Добрый день дорогие друзья! Добрый день, извиняюсь за опоздание. Опять у нас урок не сидя дома, а находясь в дороге. Я сейчас нахожусь как раз в дороге в городе Рим. В Риме же на час меньше, чем в Израиле и чем в Украине, например. И из-за того, что на час меньше, то вот я только закончилась молитва, я прибежал. Молитва в Центральной Римской Синагоге. Я молился, мне было очень интересно посмотреть их сидур, как в Риме. Как в Риме, у них другой сидур, молитвенник, да? Прямо называется молитвенник евреев Рима. А как известно, евреи Рима живут здесь еще до, значит, получается, когда разрушили храм, то римляне, они очень много евреев взяли в плен и пригнали их сюда, в Рим, как рабов. Но потом евреи выходили из рабства, были здесь еврейская община уже к тому времени, которая их выкупала. И, то есть, евреи здесь живут где-то уже 2200 лет. Вот сколько существует Рим, столько здесь евреи живут. Вот так можно сказать. И Колизей как раз построили, представляете, то есть разрушили храм и построили Колизей, цирк. То есть, это вот как раз метафора последних 2000 лет, что храм разрушили, а цирк построили, знаешь. Вот. Теперь, значит, вот этот наш мир последние 2000 лет, он похож на цирк. Все воют. Ну, и до этого, правда, тоже было. Но хоть было одно спокойное место, храм, где как бы можно было прийти, отдохнуть, успокоиться, вспомнить о главном. Хорошо. Татьяна Талисман, шалом из Биробиджана. Тоже очень так необычно звучит. Татьяна Талисман. Талисман такая красивая фамилия. И шалом из Биробиджана. Биробиджан такое место, где по замыслу лидеров Советского Союза того времени евреи должны были жить в еврейско-автономной области. Где вы живете? В Биробиджане. Хорошо. А мы продолжаем изучать Тору. Сегодня у нас Айом-Йом. Книга 16-е иллюля. 16-е число месяца иллюля. Осталось нам две недели до Рошашана, до Дня Суда. Сегодня мы учим такой отрывок, что Альтера Ребе объяснял высказывание мудрецов. Есть такое высказывание мудрецов в Талмуде, в трактате Санедрин, что спасающий одну душу как будто спасает весь мир. И нужно было это объяснить. Что это значит? Ты спасаешь одну душу и ты спасаешь весь мир. Как понять это высказывание? Вот есть мир, а это душа. Как? И он говорил, что на каждого еврея нужно смотреть так, словно бы он все еще находился в прототипе мысли Адама Кадмона. Значит, это пошла чистая кабала. Значит, был такой человек, которого звали первый человек в мироздании. Адам Кадмон. То есть он, и он объясняет здесь, Адам Кадмон это даже не человек, а это каббалистический термин. То есть был некий, ну был первый человек Адам. Мы все знаем, что был первый человек Адам, творение Всевышнего. Но был еще какой-то Адам Кадмон, Адам, который был до него, до первого человека. Что, как это такое может быть, что он был до первого человека, если первый человек, он первый человек. Как это? И он объясняет, что был до того, как появился в реализации человек, был прототип изначальной воли и изначального замысла Творца. Это было еще в преддверии сотворения всего мироздания. Прообраз будущего отношения Бога к мирам, которые еще им не созданы. Подобно, и он приводит такое подобие, подобно виртуальному общению женщины с еще не зачатым ребенком. Представьте. Да, вот Давид из Амстердама, значит, и я как раз из Рима. Как интересно, да? И теперь что получается? Как эта женщина может общаться с виртуальным нерожденным ребенком? Может. Вот есть некая женщина, да? Ну, кто-то, да? Женщина. И она, значит, сидит и думает, все, пора мне выходить замуж и рожать ребенка. Все, хочу выйти замуж, родить ребенка. Назову ребенка Хаймом. Жизнь. Все. И вот будет у меня хороший Хайм. И она, значит, описывает этого Хайма себе. То есть нет же пока Хайма, правильно? Она еще и замуж не вышла. Но она уже виртуально, она уже приняла решение. И у нее уже виртуальный образ этого ребенка есть. Теперь получается, что там каждая душа, то есть в этом изначальном замысле, каждая душа находится в совокупности со всеми поколениями, которые впоследствии произойдут из нее, вплоть до прихода Машеаха, праведного избавителя нашего. В таком случае добро, оказанное одному человеку, распространяется на души всего человечества вплоть до конца всех поколений. Представляете? То есть так нужно смотреть на окружающий мир. Вот это совершенно другой взгляд, да? Вот обычный человек, он смотрит на окружающий мир и что-то он в нем видит, да? Вот видит он что-то, он видит какие-то детали. А представьте, вот так вот если смотреть на мир, видит все человечество до конца, видит свет Всевышнего, видит... Совершенно человек попадает в другую реальность. Да, могут сказать ему, смотри, ты ненормальный, скажет ему большинство людей. Он скажет, да, я ненормальный. То есть что такое норма? Норма это большинство. Раньше большинство думало, что Земля плоская. И что, это было нормальное большинство? Нет, оно было ненормальное. Ну, было большинство, которое ошибалось. Потом в какой-то стране, там, в Корее, в Северной, да? Большинство думает, что... Большинство в Северной Корее думает, что вот надо идти по идеологии Северной Кореи. Но они ошибаются. А в Южной Корее большинство думает, что собака вкусная, что надо бы собаке вечером поесть. Тоже большинство ошибается. То есть большинство не является показателем правильности мысли. Большинство является показателем, что большинство думает так. Но не факт, что большинство, оно думает правильно. То есть большинство даже может думать во вред себе. Например, как было в фашистской Германии. Значит, большинство думало, что они правильно захватят мир, Третий Рейх, там, шли воевать. Потом оказалось, нет, проиграли, проиграли. Их погибло, там, миллионы-миллионы людей. И немцев, и со всего мира. И, значит, класс, спасибо большое всех, кто... Мы теперь, все, кто стали партнерами, друзьями, спонсорами, отлично. То есть каждое слово, которое мы делаем, оно теперь... У вас есть в нем ваша доля. Кстати, я хотел бы, чтобы вот этот урок тоже был... Чтобы часть его можно посвящать. Вот если вы делаете доброе дело, заповедь, митцва, вы же тоже... Вы определяете намерение свое, да? И свет Всевышнего, он проходит сквозь наши намерения, сквозь наши планы и так далее. И, значит, вот я, например, хотел бы, чтобы часть той заслуги, которую я провожу, делая эти полезные, хорошие вещи, чтобы шла на небе в пользу моего отца, Боров Бен Аврам, который не успел, не успел много за свою жизнь сделать торы, да, выучить торы. А сейчас вот ему как раз идет туда тоже заслуга. Можно делиться заслугой со своими предками. Когда ты понимаешь, что ничто не уходит бесследно, что эти предки, они там где-то на небе, а у тебя есть потомки, вот как раз то, что мы сейчас учим. И каждый человек, которому ты помогаешь, ты как будто бы подключаешься к этой цепочке, которая идет, идет она с одной стороны, от первого человека, от Всевышнего, с другой стороны, до Машеха, до окончания этого этапа мироздания. Очень интересный взгляд. Теперь был вопрос, почему написано, что иди за большинством. Почему написано, что иди за большинством. Значит, имеется в виду большинство, которое идет по законам Всевышнего. То есть, есть, например, там три судьи в Равинском суде. И вот они, три судьи, они обсуждают с точки зрения торы правильно, что в данной ситуации правильно. Так в этом случае идем мы за большинством. Но если сидит, например, там, стоит на светофоре, стоит на светофоре пять человек, и красный свет, и трое решило пойти на красный свет, то ты не должен в этом случае идти за большинством. То есть, это не такое уж прям великое дело, идти за большинством на красный свет. Понятно. Теперь сегодня очень-очень интересный отрывок. Вторая книга «Обретение неба на земле». Она очень такая, прямо интересная. Значит, напоминаю, вторая книга – это Равин из Канады. По фамилии, сейчас я не помню, как его была фамилия. Он изучал, изучал учения последнего любавческого рыбы. И выбирал из этого учения книги, идеи, которые помогают создать небо на земле. То есть, мы живем на земле. Подразумевается, что земля – это такое место, тяжеловатое. Нужно пахать, сеять, собирать урожай. Люди тут воюют, что-то борются друг с другом. И хотелось бы, подумал этот Равин, выбрать мысли Рэбе, которые дают рай на земле. И вот сегодняшняя мысль, она прям даст точно кому-то сейчас и слушателю уроков. У нас сейчас 125 человек в эфире. Я думаю, что сейчас где-то человек 70, они от этой мысли ощутят такой приз. Вот кто-то писал, как его звали, Цви Фриман. Спасибо, Влад. Да, спасибо, Влад. Значит, Цви Фриман сделал эту большую работу. Собрал идеи Рэбы, которые дают рай на земле. Не рай на земле, а небо на земле. Ощущение небеса, легкости такой. Сейчас, значит, я уверен, что вот нас сейчас слушает 124 человека. Больше половины почувствуют легкость в этот момент, когда я расскажу эту мысль, которую выбрал Цви Фриман из мысли Рэба. Слушайте. Значит, пишет Рэб, он говорит так. Всегда были особые, уникальные женщины, изучавшие Тору и обучавшие ей других. Сегодня многие женщины изучают Тору. И оказывают влияние на мир невиданным прежде путем. Во времена Машиаха будет явлено превосходство женщины. То, что мы наблюдаем сейчас, это подготовка к тем временам. Но откуда я знал, что эта мысль больше, чем половина участников сейчас урока принесет радость? Потому что больше половины участников этого урока женщины. Теперь женщина, когда читает, она вдруг понимает, что оказывается, что во времена Машиаха будет уже всем понятно превосходство женщины. Пока еще не всем понятно. Пока еще есть, которые не понимают совсем это. Но уже, как бы говорит Рэб Любавический, что мы сейчас наблюдаем, это подготовка к тем временам. Все больше и больше понимают превосходство женщины. Но я уверен, что когда Равин Цви Фриман, который составлял эту книгу, читал именно этот отрывок своей жене, то он, конечно, на небеса немного попадал. И я думаю, что сейчас, я думаю, что многие женщины тоже обрадовались и подумали, наконец-то, уже всем стал. Уже даже Рэбе сказал о преимуществе женщины. Да, очень красиво. Молодец Фриман, что эту идею как бы подвел. Отлично, видите? Хорошо. Значит, двигаемся дальше, двигаемся дальше. Что это значит для женщин? Это вопрос. То есть, это значит, у них, наверное, больше ответственности, раз у них есть преимущество. Наверное, они должны быть более добрыми, светлыми, более такими спокойными, радостными, счастливыми. И дарить часть о мужчинам. Я думаю, что действительно пришло время уже, раньше мужчины заботились о женщинах. Пришло время, чтобы женщины начали заботиться о мужчинах. Может быть, так надо понять эту идею Рэбе. Я не знаю. Это просто как бы такое предположение. Хорошо. Недельная глава сегодня Ти того, когда придете на землю Израиля. Недельная глава сегодня нам рассказывает еще раз и еще раз про законы десятины. Вот Дамир Бартнер всегда спрашивал. Давайте сейчас почитаем, что здесь имеется в виду. Когда ты закончишь убирать весь Моасер урожая твоего в третий год, значит, год Моасера, он третий год так называется. И дашь ты этот Моасер кому давать первым делом? Давать его нужно левитам. Левитам это было колено, которые полностью посвящали себя служению Всевышнему. Это было колено священников, которые служили в храме. И даже если они не служили в храме, они везде, то есть их была функция учить Тору и заниматься духовной работой. Только духовной работой. Значит, Моасер нужно было отдавать левитам. То есть все, кто работают и те, кто посвятили свою жизнь созданию, накоплению и, значит, можно сказать так. Большая часть внимания находится на том, чтобы использовать этот мир, да? А чтобы использовать этот мир, нужно что-то в нем создавать, потом это продавать, потом на вырученные деньги покупать хлеб и зрелище. То есть, в принципе, тут схема очень простая у всех, да? То получается, десятую часть нужно отдать тем, кто левиты, которые 100% своего времени уделяют служению Всевышнему. Они изучают, что хочет Всевышний, они молятся, они делают добрые дела, они делают так, чтобы все соблюдали праздники. То есть, они являются носителями вот этой вот идеи, что главное в этом мире это пройти этот мир так, чтобы потом в духовный мир уйти с хорошим багажом духовного своего совершенствования, да? И левиты, они как раз воплощают вот эту вот идею, значит, нужно их содержать. Десятую часть отдаем левитам. Дальше, кому еще нужно? Пришельцам. Пришельцы это те люди, которые в древнем мире, они были полностью бесправные. То есть, древний мир был построен по системам стая, да? Стая, как вот сейчас есть стая волков, вот так же был построен древний мир, когда у людей была очень активизирована их животная часть, да? Вот этот Ецерара, люди были намного более блестки по своему образу жизни к животным. И вот этот вот принцип стаи, он был очень сильно развит. Каждый род, каждая семья, это была такая мини-стая. Люди друг с другом, значит, ну реально были как постоянно, знаете, как нечего кушать. Тут приходят какие-то пришельцы, и они приходят, значит, а люди же чем занимались? Были земледельцы, но земледелие было очень тяжелое. Земледелие было тяжелое, потому что не было, как сейчас, удобрения, которые в три раза повышают урожайность. Вся этих там семенные фонды. То есть люди реально тяжело каким-то плугом там землю расковырялись, семен туда накидали. Будет вода, не будет вода, там чучело поставили и сидят ждут. И тут, значит, собрали они свой урожайчик маленький, приходят пришельцы. Значит, пришельцы приходили двумя вариантами. Или они приходили что-то продавать. Пришли пришельцы, что-то они поменяли, взяли урожай. Или пришли, это купцы такие. Или они пришли, как кочевники-воины, которые забрать хотят грабители. Или они пришли просить, мы голодные, значит, дайте нам кушать. Так вот, по Торе Всевышний сказал, что ты должен, Моасэр, свою десятую часть, отдавать левитам, вот этим пришельцам. Ятом, сирота, значит, в какой-то семье погибли родители, остались дети, сироты. Кто о них позаботится? Все, раньше это было, считая, что умер. То есть, в древнем мире сирота, который остался без родителей, его никто не защитит, он полностью бесправный. Теперь, Бог сказал, нужно их защищать, сирот. Альмана, вдова, то же самое. Была женщина по Торе в древнем мире, если это женщина, которая не замужем, то ее защищают брат и родители, да, отец там. Если же эта женщина, она осталась замужняя, то ее защищает муж. А если она вдова, родители у нее умерли, сыновья ей томим, сироты маленькие, она бесправная, то есть, она требует защиту. Бог сказал, защищайте пришельца, защищайте, давайте, кормите сирот и вдов. И будут они кушать в твоих воротах, и будут они сыты. То есть, мастер нужно отдавать этим категориям, этим категориям людей. Дальше. В десятина было две десятины каждый год. Десятина первая отдавали левитам, священникам. Десятину вторую, один, два года в семилетнем цикле отдавали, отдавали бедным, так она называлась, десятина бедных. Два года в цикле отдавали, отдавали ее, нужно было ее собрать и кушать в Иерусалиме, праздновать, праздновать, что Всевышний тебе дает. Очень много Бог уделяет, и Тора уделяет внимание тому, что ты должен не просто жить, а ты должен для вот это шамалакеха басимхат лев. То есть, ты должен служить Всевышнему в радости сердца. И вот эта глава, когда ты придешь на землю, когда ты ее получишь, когда Всевышний даст тебе урожай, все, ты должен радоваться, ты должен уметь радоваться и поделиться своей радостью именно с теми, кто обездоленный, у которых вдовы, сироты, бедные. И тогда твоя радость, она для тебя будет еще более яркой. Ты понимаешь, что Всевышний тебе дал реальный подарок, потому что когда ты смотришь на людей обездоленных, не дай Бог, да, у которых лишились всего, то ты видишь, что это прекрасные люди, это люди, которые учились, работали, которые, и вот так получилось, заболели, заболел человек, да. Мы можем сказать, что, а как же Всевышний допустил, что он заболел? А можно посмотреть по-другому. Всевышний каждому из нас дает подарок, что мы, например, не болеем сейчас. И мы это обычно воспринимаем как должно. А чем? Не должны, что я должен быть здоровым. Никто никому ничего не должен. Каждый день, что у нас все хорошо, это подарок от Всевышнего. И доказательство этому, что есть люди, которые не получили этого подарка. То есть не то, чтобы Всевышний их наказывает, да. Каким-то образом что-то произошло. И тот срок жизни, который, опять же, Всевышний как подарок выделил в среднем человеку, 70-80 лет, который живет в среднем человек, да. То эти годы это подарок, это не норма. Это каждый день жизни, каждый вдох воздуха, это подарок. И если смотреть на ситуацию с этой точки зрения, то тогда обычная жизнь становится жизнью радостной, счастливой, полноценной. Человек радуется каждому дню. А если что-то случается, он понимает, что, ну что, так получилось, значит Всевышний в следующем этапе. Значит, он уже выполнил свой земной этап. Кстати, жизнь на земле рассматривается Торой не как конечная цель, а как этап на пути к конечной цели. То есть конечная цель это вечная жизнь в духовном мире, а потом вечная жизнь в материальном мире, когда материальный мир изменится. Ну, изменятся его законы. Но жизнь обычная человека на этой земле, это работа по совершенствованию души. То есть нам дан период в этом мире пройти этот кусочек жизни. Причем, представляете, какая приятная работа. Радуйся, благодари Всевышнего. Это работа. И ты выполняешь в это время заповедь. Ты, вау, говоришь Всевышний, спасибо, вода, спасибо, у меня есть рука, спасибо, спасибо. И в этот момент ты и душу свою совершенствуешь, и в этот же самый момент ты получаешь радость здесь. Понятно, да? Хорошо, друзья. Все, вот это мы сегодня то, что мы про десятины выучили. Значит, скажешь ты на третий год, если у тебя осталась десятина первых двух лет, ее обязательно нужно отдать. И, значит, и когда ты будешь отдавать, прям так и написано. Я устранил посвященное. Скажешь ты перед Богом, всесильным твоим. Беартия, кодыш, минабайт. Я убрал святое с моего дома. Вегамна татив ля леви. Дал я это левитам, пришельцам, сиротам и вдовам. Как ты приказал мне, как ты мне, кеколь митцватеха, как твоя заповедь, ашер цивитани, которую ты мне приказал. Ло аварти ми митцватеха в ло шахахте. Не приступил я твоих заповедей и не забыл я. То есть, очень важно на третий год цикла, значит, раздать то, что ты должен был раздавать. Десятая часть. И дальше, дальше интересно, последний вот сегодня отрывочек, кто же на него обратил внимание. Значит, аштифа мимоонка чеха, посмотри из убежища святого твоего. Это обиталище, из святого обиталища переводят. То есть, увиди тогда, что я это делаю. И благослови народ твой, народ Израиля, и всю землю, которую ты дал нам, как ты поклялся отцам нашим, землю текущим молоком и медом. Значит, здесь очень интересная вещь. Я видел один комментарий Любавичского араба, он говорил так, что когда ты выполняешь что-то для тебя неестественное, а отдать десятую часть, раздать это все, это неестественно для животной природы человека. Животная природа человека – это забрать все себе. Просто все забрать. Никому ничего не дать. То когда ты преодолеваешь вот эту свою животную природу, и ты даешь, то в этот момент Всевышний, ты можешь попросить Всевышнего, и Он дает тебе. И это очень понятная такая история, что ты, та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Все, друзья, всем удачи, успехов, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, выполнил Кольмиш и Лотлибеха Литова Теха, чтобы он наполнил все запросы твоего сердца для твоего добра, и чтобы мы сами стали источниками добра, любви и позитива для окружающих нас людей. И это очень важно, чтобы внутри было такое добро, чтобы вокруг было добро, и чтобы тогда во всем мире будет мир и добро. Все, удачи, успехов, всего хорошего. Хорошего дня.